и которые там живут и учатся все нахаж стараются просочиться и это обычно успешно происходит поэтому полутора миллиона обычных хаджистов примешивается еще от полумиллиона до миллиона хаджистов неофициально все паломничество сами именно обряды паломничества даться несколько дней буквально четыре-пять дней они длятся но из-за того что особенность логистик это что надо завести полтора миллиона людей туда и потом обратно вывести все поездки длятся долго особенно дешевые поездки в каждом около месяца то есть понимаете сначала и поездки дешевле короткие дороже вот это к интересная особенность покупает поездку на месяц и длится на 40 не покупают это дешевле а если едешь на срок по раз меньше то это два раза дороже вот такая интересная особенность всех завозят завозят самолеты буквально каждые три минуты в джитте приземляются приводит паломников на автобусах привозят а полными тропами по пустыне они проникают и потом также они все это время разъезжаются только отличие том что кто-то сначала посещает медину а потом в мельке а кто-то сначала в мельке а потом видеть но самые главные и хаджа это буквально четыре дня все находятся в мельке и и это уже показываем маршрут просто виза на хадж так будет еще поскольку мы летели через бахрейн еще поставили нам визу бахрейна в аэропорту вот выезжаешь такие вот наклейки такие клей после этого мы паспорта лишаемся паспорт попадает в распоряжении нашего гида и мы паспорт не видим где-то паспорт путешествует сам по себе без нас вот и вот едем в данном случае так в автобусе через пустыню это ряд столицы саудовской аравии водителем пустыня это уже медина медина очень приятный город сам по себе ну в центре он застроен гостиницами для паломников а снаружи живут хорошие обычные люди и очень много наших студентов из бывшего союза из россии в том числе учатся в медине разным исламским наукам многие люди остаются нелегально в саудовской аравии что старается эти хадж фирмы стараются препятствовать этому то есть ноги прижать на хачки потом как-то начинают партизанить за это хач фирму платит большой штраф за такое вот злодейство но все равно с многих полезных а что-то остается один мужик мне даже сказал лучше быть нелегалом саудовской аравии чем легальным человеком российской федерации но одно это такое у него личное мнение в общем такое мнение есть вот в мечети пророка вот она огромная один квадратный километр занимает есть внутренняя часть где крыша есть а есть наружная делать такие зонтики они в шесть утра открываются прячут от солнца а шесть вечера они съеживаются это очень интересно это вот все двор в мечети пророка там одновременно может молиться очень много людей я думаю что миллион потому что там в мечети где крытая часть есть еще второй этаж это внутренность мечети так выглядит вот ведь религиозная справочная крыжа там где этот зонтик не открывается мрамор за день открывается очень сильно вот все же ходят на молитвы там понятные 5 делать 5 раз день и у меня такой случай был я пошел на борьбу на молитву магриб это вечерний уже получается молитва солнце зашло но все будет нормально обдом случайно попал на место где зонтик не было днем оказывается я встанусь виском на право оказался мрамор нагрелся за один градусов до 70 вроде солнца уж нет темно уже а ты слышишь вот так вот прям пятки пожирает вообще там тепло 45 градусов тени это нормальная температура в месяц два сорок пять градусов тени но при этом есть большая опасность замерзут от кондиционера почему до сих пор не от нас и каши потому что всюду всюду дует очень мощные кондиционеры это такая тропическая мания она есть не только в саудовскара и во многих тропических странах кондиционеры очень мощный дует в мечетях гостиницах автобусах в магазинах и куда не приходишь с улицы там сорок пять тени до солнца наверно не знаешь сколько градусов заходят тебя сразу будет холодный ветер потом выходишь опять значит жарко и поэтому когда стоишь на молитве в мечете вся мечеть кашляет то есть стоит нам скажем 300 тысяч человек и все кашляют это очень такой интересный акустический звук происходит одновременно кашляет 300 тысяч человек такие звуки такие раскатистые происходят особенно если это молитва ассар или зухар дневная когда все молча происходит и только стоит и кашляет это значит все мечеть пророка на солнышке вот мы видим как это все происходит вот под зеленым куполом находится могила самого пророка мир ему вот вообще изначально конечно же пророк не был захоронен мечети он был захоронен рядом в квартире где он жил в том доме постепенно мечеть выросла до размеров один квадратный километр и заняла территорию почти всего города древнего поэтому и могила пророка и многие другие исторические здания оказались уже на территории мечети самой саудовской аравии нету почти исторических зданий саудовское правительство старается чтобы люди не поклонялись всяким гробницам скульптурам или старым зданием и стараются все обновить сделать новое но могила пророка она сохранена только единственно что она грозит на множеством заборщиков чтобы люди им не кланялись вокруг не болезнь пророка и там стоит несколько милиционеров около могилы пророка проходите проходите пара не задерживайтесь многие люди по своей такой по своим народным традициям стараются помолиться пророку но это делать нужно нужно молиться всевышнего бога и поэтому милиционеры такие виды что пророк не задерживаются проходит проходит вообще милиционер очень хорошие саудовской рави не стыдят только чтобы никто не скапливался но это не вообще ничего не вредят не как человек только если ты там скапливать проходим проходим не задерживаться вот это значит просто медина ведь аргузы продают сам город ведь сверху с крыши гостиницы я показываю как выглядит медина такой приятный арабский город не без небоскрёва то есть в медине нет ни одного небоскрёва в отличие вот в мекке в мекке сразу увидим небоскрёв 601 метр который прямо над священной мечети ухарам а это пожалуйста просто медина медина смотрим как она выглядит вот на месте простецкие кварталы то есть она и пролетарские районы имеет не то уж не чтобы она была вся вывязана это обычные арабские кварталы как дамаски или в каире такое там вполне есть здание все не выше чем 10 11 этажей опять это мечеть пророка смотрите как все там выглядит очень мечеть очень приятно вообще жить можно вот это второй этаж на втором этаже там обычно никого нет только в пятницу за приходит людям второй этаж верно не приходит то что мрамор горячий очень пятки ждет вот он в пятницу понятно и этот этаж тоже заполняется это кладбище называется кладбище бакия там похоронены многие герои начального периода ислама чтобы этим героем никто не поклонялся правительство саудовской аравии всех могилы упростила вот все могилы упрощенные на такой камень и все люди проходят мимо и смотрят есть некоторые места где захоронены выдающиеся деятели родственники пророка чтобы им не поклонялись там стоит обычно могиле милиционер и говорит проходит большой клавишки камни и вроде бы никак не догадаешься или родственник пророка потом стоит на прикладном стуле милиционер который проходит проходит милиционера лучше не фотографировать ну-ка он просто будет беспокоиться что его сходкой да 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 по милиционер можно прессу захоронить какой-то очень важный человек но какой именно не написано вот это королевизм в портретах это король саудовской раме его какие-то родственники вообще хотя в самом стране культов личности таких особенных нету нет статуй каких-то но есть некоторый культ короля король изображен на каждой деньге и короли есть портретах но нет статуи короля других кроме короля нету таких портретов а это вид мечети пророка мир ему сын большой гостинице ряд что просто по нахалке зашел там вообще нет такой террориста фобии что вот не заходите сюда нельзя все принципе можно заходишь просто морды кирпичом понимаешь что на 10 смотришь видеть как сделано некоторые штуки открыты некоторые закрыты на грехе открывают какой то есть пульт какой на управление мечетью это здоровая территория один квадратный километр и все это все это 5 заполняется людьми ну это молитву там половина заполняется а момент бывает и все заполнять если пятница видите как интересно все красиво сделано таком мраморе очень чувствуешь так приятные люди хорошие там всякие собираются вот значит мечеть посмотрели мечеть это я просто всюду есть священная вода замзам она поставляется таких бочонках приезжает она не змейки потому что мерка имеет святой источник и святая вода приезжает печать пророка и там ее пьют тоже берем людей музей и тележки вот сейчас мы посмотрим медину и проведем дальше пролетарский квартал есть метине финики есть разные фиников много стартов привыкли что один только сорт иранские финики и за шансом 20 рублей но в заводовской арабии есть не только и такие много стартов виников некоторые очень ценные дорогие а некоторые дешевые разные также в митинге есть музей железнодорожный музей стаке старого же для вокзала ну вот там старые рельсы старые вагоны сейчас строят новую железную дорогу между меркой мединой собираются там возить паломников за большие на большой скорости но пока что эта дорога новая не действует а это вот нужный музей и там еще просто музей истории медины есть бесплатный питьев письма от пророков порядок диктовал небоскребе который в мекке находится гостиницы и торговые эти самые комплексы гостиницы там и часы большие значит проведя буквально пару дней в митине нас всех организовано запихнули в автобус и увезли в мекку где мы должны были жить весь последующий месяц то есть получается целый месяц в мекке подряд нас паспортов не было метко находится среди гор но стройка идет постоянно постоянно все больше паломников и горы эти разгрызают мекке тысячи эскаваторов которые постоянно каждый день долго горы вот я вижу видите на картинке и все эти горы стачивают чтобы поставить новые здания новые гостиницы торговый центр и так далее в основном гостиницы а на заднем плане видит такая башня это небоскреб с часами королевская часовая башня он находится прямо около мечети пророка там 120 этажей и высота чуть больше чем 600 метров вот это гостиницы но это показывает как выглядит порядка вся зелень поливная постоянно строится разные здания небоскребы то есть середине мекки прямо такой вот процветание это все разумеется гостиницы для паломников чтобы одновременно разместить всюду в городе так сразу заразить поправили он человек сразу принимает город ну может и два миллиона но интересно что гостиницы основные они все сдаются целиком на целый хач и целиком себя гостиницы то есть там редко мелочат чтобы сдавать отдельный номер только разве что самые дорогие гостиницы а обычно хач фирма снимает целиком всю гостиницу на целый хач и интересно что гостиницы стоят остальной год пусты и там свет подключают только на хач и на месяц поста на месяц рамадан там оказывается какая-то жизнь он стоит гостиницы которые мы жили она работает один месяц в году то есть мужик построил гостиницу даже гору выдолбить было поставить гостиницу раз в году на месяц включают свет воду поселяют туда сезонных работников этих ну полотеров каких-то и гостиница работает хач кончился все разъехались свет включает ключиком закрыл пошел домой но этот самый хозяин гостиницы и целый год должен он как-то еще эти деньги проедать то есть понятно что гостиницы должны окупаться и у них такая сезонность один месяц в году у них 2 месяца году то есть хач и рамадан ну кроме центральной гостиницы с часами конечно странные гостиницы с часами они всегда работают понятно что приезжают люди на малое паломничество на умру умра это малое паломничество которое делается в любое время года конечно на малое паломничество приезжают в любое время года это вот и показывает века полмеке нету городского транспорта нормально в нашем понимании это автобуса троллейбуса трамвая что там есть там есть бесплатный автобус который возит индонезийцев если в него сесть можно приехать мечеть все эти бесплатные автобусы везут индонезийцев или филиппинцев они везут обычно мечеть надо подойти спросить харам харам это значит как раз там не священная мечеть и они тебя туда довезут кроме этого в мекке существует метро она проходит на юго-востоке города в местах где происходит обряды паломничество долина мина арафат мусдарифак это местах где происходит паломничество метро работает буквально 10 дней в году то есть основной паломничество проходит метро выключают на 360 дней вот это уникальное время нигде в большем мире нет метро который бы работала ну 10 дней в году две недели в году и 350 он листок день она выключена вот такое интересное метро существует в меке то есть сезонные метро сезонные гостиницы если же хочется по городу перемещаться самый простой метод перемещаться это конечно автостоп то есть топишь любую машину и говоришь муки бедуни фулюс мустаким можно без денег прямо водитель говорит можно и ты едешь вот а если ты так не скажешь что скажет сколько стоит денег и тогда нужно раскладываться вот и многие водители таксуют в мекке многие водители очень неплохо зарабатывают на том что перевозят граждан бензин дешевый вообще с аудовской армии там дешевый бензин стоит 7 рублей 50 копеек за литр российскими деньгами то есть дешевый машин тоже очень дешевые 750 за бензин есть сколько хочешь и так нет и таксисты очень такая хлебная профессия особенно во время хаджа но так вы можете спросить можно бесплатно прямо и вас удовольствием отвезут бесплатно американцы хорошие люди но глава так и там много туннелей главное не забыть выскочить а то окажется в туннеле вот в центре мекки находится вот такое вот здание королевская часовая башня 120 этажей часики часы большие а часы размер 15-этажный дом обычно они видны отовсюду вот это вот таки я показываю центральный дом объект и потом покажись пролетарские места в мекке то есть метка не вся такая есть и пролетарские места это вот в гостинице бензин пожалуйста показать мечети автобаны то есть все так солидно цивильно но не все так цивильно я покажу потом эти горы постепенно стачивают и превращают их в пустые места видите на далеком горизонте есть гора в горах хира на которой пророк мир ему сын получил свое первое откровение он медитировал получается молился на горе в пещере на горе хиро так получил первое откровение это вот там он произошло и потом уже началась его пророческая деятельность вот это вот метку мы показываем метку магазинчики разные негры эти вот смотрите на горы наверх истребляются такие пролетарские бомж кварталы то есть все горы с некоторых сторон обсижены домами в этих доме так живет трудовой пролетарский потом покажу как он живет и там узкие улочки такие вот такие узкие улочки лестницы такие домики как в обычном арабском мире даже дамаск или там хаир или скажем кабул в трубах понятно что вода вся в этих шлангах идет вода наверх вот такие вот пролетарские квартальчики это все метко вот эти горные потачки там уже машин не проезжают там ходишь только пешком хочешь пешком по этим лестницам и вот такой лабиринт улочек которых только местный житель может разобраться и улочки улочки домики два-три этажа лестнички уходящие в гору нарисованы такие квартальчики пролетарских районов города мекки по дороге идет видите что это шланг которым течет вода с водой там напряженка вообще нету в мекке не реки не озеро не море там есть только подземные источники и вода зам зам святая вода и просто подземные артезианские источники дети местные вот такие словить улочки домики дети это все пролетарский потрат внутри каждой мечети все чисто уютно хорошо все мечети очень хорошие поддерживаются государством там чисто приятно одна неудача там кондиционер который очень сильно холодит мечеть каждой печати обычно есть вода бесплатная бутылочка и попить и часто лежат финики чтобы их бесплатно съесть что человек который помолился мог еще подкрепиться мечети обычно закрываются на ночь кроме главной мечети хором она работает круглосуточно и в ней можно теоретически жить даже целый год вот потому что там можно заныкаться и спать но обнаружилось так что во время хаджа спать на можно всегда а вне хаджа милиционеры будет спящих ночью поэтому те люди которые живут в мечети вечно они ночью молятся один спят но почему бывает нужно жить в мечети вечно то есть приехал в медину или в меку поступил университет исламский общаку не выделили забыли там не успел получить общаку бумажку не подписали какой-то он живет мечети там скажем ночью учиться учебники читает а днем спит можно никогда не выходить из мечети в принципе там никаких документов не проверяют есть такое давно пророк сказал что не надо никому препятствовать молиться в священной мечети и поэтому милиционер никого там не препятствует то есть теоретически можно прожить целую жизнь не выходя из мечети вот там есть душ умывальник можно чуть отойти кто-нибудь еду бесплатно раздаст так что в принципе теоретически можно вечно жить в таком святом месте вот это название будет так выглядят надписи шарья там улица такая вот это значит то улице базары сейчас покажу базары фрукты овощи то есть в обычном арабском городе если только немножко вот мест где совершается паломничество то есть вокруг паломки какие-то свои магазинчики отойдешь там на 2-3 километра и есть и магазины и рынки и всякое так они трущобы и наоборот цивилизованные такие особняки вот это вырос увидим ведь как интересно такого многослойный город очень интересно только при не забудешь там 45 градусов тепла вот это что строится дома идет написано маршалла вот намного надписи обычно связанных религиозных танцу канала маша лайтер далее вот это супермаркет есть супермаркеты помогли и из-за того что они очень изморенные жарой они не способны обычно эти гипермаркет если гипермаркеты все обычно и продается все как у нас эти самые крупные овощи какие нибудь какие-нибудь торты банки консервы все это продается как в обычной стране по нормальным ценам но паломники обычно этого не видят они все покупают ларьках по завышенным ценам и отойти дальше они обычно не могут из-за жары из того что не могут сориентироваться в городе но если вы немножечко хотя бы знаете два три слова по-арабски немножко вот эти смелостью вы можете покупать все продукты два раз дешевле как дойдет до местного ашана вот я даже нашел такой ашан и даже написал схему где он находится что другие паломники могли до него добраться он в трех километрах оказался наши гостиницы ну так вот это ночь это разные другие святые места это наверху наземная линия метро та самая которая работает там 10 дней или две недели в году и 350 дней в год вот наземной да типа будовская линия типа будовская линия построили только для нужд хаджа автобус надпись в педали это гора рахма гора милости ну там такая долина арафат есть это гора с которой пророк мухаммад читал свою прощальную пробовать на последнем хаджа ну не самой вершины газ одной из камней и люди там у себя наверху стоит такая большая надпись что не надо поклоняться этой горе не протирайте себя землей с этой горы и в общем не нужно из травы с этой горы но люди все равно устраивает вот это вот гора рахма дальше показывается есть места связанные с хаджем вот сейчас мы посмотрим как выглядит все остальное вы понимаете это вот небоскребы 2 прямо находится около главной мечети небоскреб он виден от отсюда хороший ориентир если вы заблудились это все строительство разные детские площадки но дети все добрый вечером выходит ночью потому что жадный дети на часов 10 вечера там самый пик активность детей начинают футбол гонять что-то там еще шуметь и так далее вот сейчас мы изучим как выглядит с вами чаще найдет до этого момента вот это кстати говоря вот бесплатные автобусы которых возят индонезийцев и других людей они пешком идти до мечети не могут есть бесплатные автобусы для этого вода во многих районах привозят на машинах там где-то бывает плохо с водопроводом мечети маленькие вода опять же водовозы вот написано не ездите без разрешения на всех языках написано все равно ездить просачиваются всякие полосы какие-то не знаю быстро байтеры там живут наверно горе вот теперь мы смотрим как будет включать сверху сверху она выглядит вот так вот то есть это непонятно так что это но сверху это все этаж на четыре четырехэтажные главная мечеть в этом храм и люди там в момент молитвы скапливаются на всех этажах особенно много их пятницу и на вечерние молитвы ментхаджа понятно что если приехать не в ментхаджа то люди там будет меньше а это кладбище значит надпись тоже простые такие мельки без особенных каких-то скульптур и разных таких разных дворцов на кладбище как любят там казахстане киргизии там такого нет сам полтинничек 50 реалов вот это местный житель автостоп веришь там они так выглядят местные жители вот местные граффити рисунки на заборах тоже там есть свои рисунки видите нарисованы часы вот эти часовая башня нарисованы метко вот печать нарисованы метро даже нарисована наземную часть метро и переедем водитель местный то есть они такие в мечети храм внутри существует оба оба это есть черный камень нет это такой типо домик это есть древний храм который будет построить обращен в эпоху амраама и потом после этого много раз перестраивался но это есть древний храм а люди все ходят вокруг совершает обходы а по звать товар вокруг этого древнего храма и собственно современная мечеть она построен и вокруг этого храма и сейчас уже вами 4 на на постоянно разрастается постоянно идет рост мечети перекрытие здания колонны есть четыре этажа по которым люди ходят сейчас мы постепенно переберемся городских портал и пошли вот так вот все внутри происходит то есть люди полица на разных этажах там сюда стоит кондиционер и вода там есть многочисленная питьевая вода из источника святого замзан вот это такой мелкий порошок так вот это все люди видите вокруг здания вот все это люди а не будет кругами вот потому что такое богослужение так убить богослужить артова обход 7 раз обойти этот древний храм но вроде бы казалось давайте удобнее все по маленькому кругу обычно толкотня поэтому там очень сложно а некоторые по большому углу вот по верхнему и 7 раз обойти по четвертому этажу это час примерно занимает может даже больше занимать чем час то есть достаточно долго и 7 раз обходит и а пока ходим этим кстати людей из разных стран там и негры и китайцы и узкие и мужчины и женщины и старики и инвалиды и здоровые все они вместе совершают обход и вспоминают обращаются с молитвами к всевышнего единому богу вот так вот много людей и еще больше потому что на каждом этаже еще люди существенное количество одновременно там больше чем миллион человек собирается в этой мечети и когда начинается молитва 5 раз в день возникает молитва на рассвете в полдень 4 часа с закатом и за что же с темнотой и они все доходит в лежаток замораживаться такими кругами и все становятся рядами совершает молитву опять будет очень приятные люди я всегда думал надевают они свои ботинки то есть обычно в мечети перед входом надо надеть ботинки я думал где у них ботиночное место должны забывать 100000 паровую день оказывается просто каждый собой берет мешочек или рюкзачок при что-то еще таскать ботинки с собой поэтому она при людях вот ведь на всех этажах одновременно происходит хождение людей на большие такие даже не то что они маленькие какие не так что какой-то балкончик крошечный там и всюду эти люди действительно много вот вот так вот интересно значит вот так выглядит как бы рядышком то есть подойти близко как выглядит вот так вот я вообще-то написано не фотографировать но если во первых все с телефонами телефон можно но если так аккуратно оказывается на фотоаппарат тоже можно главное не создавать помех потому что люди есть лишая фотографируют часто возникает пробка из-за фотографируется такой там сэлфи там о это я а там еще идет миллион человек и возникает пробка из-за этого поэтому лучше аккуратно быстро фотографировать чтобы не сдавать пробки и чтобы не попалка это не черный камень просто вот черный камень вот так это все выглядит это здание значит теперь мы часы видите этажи разные вот значит ну заходит царь король там служители мечети можно найти в интернете там нагуглить что находится ничего нет практически пустое здание там раньше были идолы при пророке которых убрали и там собственно такой пустое заведение храм но без идол это вот палатки долины мина после того как все паломники собрались в мельке их так собралось полтора два два с половиной миллиона все организовано выбираются в долину который называется мина там находится палатки но никак на грушинском фестивале что палатки каждый свою из собой везет палатки официальные там 100 тысяч палаток или 200 тысяч палаты подали все белые одинаковые с кондиционером в каждой палатке существует тюфельки подушки все существует и туда все паломники переселяются чтобы жизнь бедом не казалось это проход между палатками то есть внутри палатки выглядит вот так вот то есть всех паломников организованы всех вывозят на долину и все они поселяются в этих палатках в каждой палатке живет человек 20 но кроме этого палатки мы обычно появляются нелегальные хаджисты то есть как раз как раз когда все нелегальные хаджисты вырезают откуда возникают нелегальные паломники это собственно наши же соотечественники которые учатся в медине и которые не получили разрешение на хач но не все просачиваются ну как там же добрые люди сауди и там если в мекку там нет тебя завернул там тебя завернуть там завернули а потом как у пустыни поехал пропусть планы на и так все кто некоторых по восемь раз и как боялись но не тыкаются и терпение и трус все перейдут все просачиваются на хач вот кроме наших конечно что в парке живут русские вписываются русские там понятно каким-нибудь скажем новому гидрометки индузийцев просачивается индузийцы в каждой палатке возникает перенаселение кроме официальных людей возникают еще неофициальные паломники которые там уже главный оказаться самой саудовской аравии оказался сауди уже можно проникнуть на хаш все появляются поселяется этих палатках и так уже вместе общаются совершают молитвы и важно что дело там еще есть такое явление как и долина арафан вострова все в этой местности в этой вот долине мина собрались всех по чем приятно все то есть может быть подумаете что страшно что там 2 миллиона человек палатка да не нормально вот когда у нас на фестивале в россии узнает кабинки скажем туалет или идешь там летом заходишь вот так вот эти кабинки зеленый синий находит ужасный страшно там все нормально в принципе на 2 миллиона человек сделаны туалет и то что можно там два раза три душ туалет конечно туалет и не норвежской типу то что совсем там сверх блестят но туалет и гораздо лучше чем у нас в россии среднем на фестивале и так далее отлично да никаких пока что по крайней мере не лежит и ничем не пахнет все хорошо в слив работает душ работает вода работает все более-менее прилично видеть все эти туалеты душ а слушать все эти два миллиона человек вот интересная инфраструктура все эти палатки все эти туалеты все это сделано для того чтобы только четыре дня в году находиться в них во время паломничества там иначе находимся и потом всех организованно возят следующее место в так называемую долину арафат думают что это гора арафат реально только на горах то называется горах мы ее показываем на программе это большая долина где находится тоже палатки но более пролетарские палатки но без кондиционера это самый главный хаджик это написано откуда люди чтобы не теряйте правильно что не терялись всех людей переселяют в долину арафат вот это вот милиционеры которые приветствуют хаджистов вот милиционеры веселые такие и в этом мире арафат люди и находится целый день и совершают разные молитвы вот если вместе молятся и желают себе и всем остальным родственникам знаком людям всего мира всего самого хорошего это называется самый главный хаджик это стояние на арафате самый главный период хаджика все одновременно вместе тусуется и может став такие палатки только другие без кондиционера сделаны вокруг много есть обслуги милиционеров которые оптимистичные очень то есть у нас милиционер обычно это стоит такой можно за руку с милиционером поздороваться он и безопасен совершенно вся сущность милиционеров всех этих тысяч только чтобы проходили паломники дальше вот то есть чтобы никто не скапливался то есть накапливать накопилось но будет больше никаких милиционер не как не придет человеку вот то есть никакого он не несет документов не проверяет потому что ни у кого документов нет потому что все у каждого есть какой-то ошейничек такой на руке и все еще дело в том что все еще ходит вы такой белый одежда называется и храм я вот есть такая одежда и храм и 2 полотенца на нижнюю часть тела другой на верхнюю часть тела и вот такой одежды и храм основной момент на горе рапаться находится в этих пенах одежда и храм в ботинках нельзя в шляпе нельзя вот поэтому без шляп каких-то сандаретов и вот и двух полотенца все таки одинаковые что там миллионер что пролетарии все одинаковые и или ты и без паспортов очень удобно как-то страшно судить вот и потом мы все на горе рапа повалились и отправиться в следующий местах долина называется мус дарифа где-то чуть уже без палаток на картонках на земле то есть такая вот методика заранее руководители группы картонки в супермаркетах заранее где-нибудь и спите нам на этих картонках но если они которые покупают специальные матрасы что-то ночью это смешно конечно проще найти как он и возвращаются обратно в долину вина и следующий процедуру хаджа бросать камушки вы так называемого джамара ну это это просторечие называется шайтан вот так значит бросаем камушки в этот джамара и говорим слова аллаху раньше много лет назад это было место где многие люди страдали ну и было много несчастье в этих джамара так почему представьте себе стоит стол когда бросать камушки стопок у него стоит миллион человек по кругу и бросают камушки понимаете что происходит некоторые промахиваются вот неудобно значит от того что очень много было от этого несчастье из-за этого эти вот столбы джамара джамара их увеличили сделали размером 20 метров огромный сделать четырехэтажными поэтому и все люди которые бросают камушки уже трубушки никак не давят а бросают камушки на разных этажах и кто-то вдруг и камушками не попадает моя мама очень беспокоилась что меня падут камушку и большой на камушке очень маленькие камушки эти собирают буквально тут же прямо в палатке можно их найти потому что вся земля очень каменисты набираешь маленькие камушки и потом бросаешь аллаху акбар всего за дни хаджи бросается 70 камушков процедура совершенно безвредные это милиционеры приветствуют хаджистов идем мы туда туннелям потому что там туннели такие в горе чтобы сократить путь и вот наконец мы видим уже приходит это заем джамара то есть этот столб к началом маленький они теперь большие то есть такие типа стенки понятно что у них никакого нет вреда бросить камушек не к ним не стенка вреда нет ни паломникам тоже камушки носим бутылочка таких маленьких это просто мужик из емена попался мне который учился в астрахани 40 лет назад это вот хаджи измаленное солнце то есть вообще говоря довольно жарко то есть да для тех тех кто не привык к турбическому климату 44 градуса в тени очень жарко ну и некоторые пользуются зонтиками зонтиками можно пользоваться потом когда уже камушки бросили потом происходит сбривание волос то есть такая интересная процедура что в знак завершения хаджа мы лишаемся волос становимся мы с вами никогда в жизни не был лысым но вот стал и так же можно можно конечно и постричься то есть но считается что больше благодати будет если человек побреется человек побрился вот и основные получается запреты уже с него снимаются он может уже одевать обычную одежду и вести обычную жизнь вот как одновременно греется 2 миллиона человека нет же что полностью не бреется и как-то постригают дружку на небольшой взгляд на два сантиметра волосы постригают и все а мужики бреются интересно что 2 миллиона человек сразу одновременно бреются конечно это очень надо оперативно сделать буквально в течение нескольких часов поэтому возникают разные негры помощники которые с такими огромными ножами в машинке не нужно то есть желательно ножом таким огромным негр которые говорят по брею по брею за 10 рублей есть 3 а но лучше конечно чтобы негра не брели а чтобы побрить какой-нибудь свой человек пока не порежет потому что негры бреют так быстро как картошку чистят они порежут кровь гадрина порезали хоп от газетки оторвал кусок заткнул опять шип-шип-шип-шип не обращайтесь послугам тегра потому что они они скитарные и да они очень быстро делают одежды заработать денег здесь я вот 80 рублей вот проще какой-нибудь другой ваш друг какой-нибудь из других людей хаджимас аккуратненько побреет это совершенно несложно и без беда вот раз жизни побрился перми волосы одинаковые длины вот ничего страшного нет бесплатно если свой человек вот такая вот у меня лысина потом после всех завершения обрядов хаджи возвращаемся обратно в веку и начинается после на несколько дней проходит держаться обратно и возвращение из мекки нас грузит в автобус и везут в ахрей вот переезд обратно в ахрей был связан с некоторыми трудностями и неприятностями дело в том что вы рисовывали они вообще во всем арабском мире все и вовремя и все не точно то есть нужно знать что если что должна показываться там семь утра он может образоваться 9 утра может в один стар а может вообще не образоваться все происходит букро иншала вера в то что все и правильно просить точно очень сильно и все происходит и вновь если бог даст из-за этого задерживаются автобусы и отправления автобусом отправления разного транспорта какие-нибудь еще вещи все что нужно задерживать и это нормально все к этому привыкли но для нас людей привыкли все делать вовремя это необычно поэтому нужно иметь такой очень хаменное терпение во всех обрядах ха же умеете время теперь за что все по воле всевышнего пройдет хорошо главный еручки беспокоиться все будет нормально вот но я когда привык что все должно быть вовремя конечно беспокоился потому что руководитель нашей группы заказал автобус чем отвез нас бахреет на 8 вечера мы уже стояли в фойер гостиницы собранные с рюкзаками с чемоданами и ждали что мы отправимся собрались ждем совершили последний прощальный товар а вот там вражались травы вернулись гостиницу ждем ждем нет автобуса 8 лет его в 10 нет полночь два часа ночи нет автобуса только после двух ночи появляется автобус а дело в том что на следующий день уже самолет из бахрейна в россию а ехать полторы тысячи километров что граница в результате появляется автобус автобус нарисован на картинке этот автобус значит взял мы загрузились постепенно заехали еще на завод воды зам зам есть завод где бутылируют воду зам зам который нам дали всем огромную баклажку 10 литров вот после этого значит если загружены под мой и купить много очень все купили подарков сувениров и вещей безумное количество все поярные друг автобус ехал уже идем прийти потому что автобус уже были на рассвете уже из мельки и наконец на рассвете у автобуса оплатывается дверь и водитель сударец там сегодня гастарбайтера не саудита суданцы египтяне гемецы водитель сударец вместо того что ты чинить поступает по простейшему идет и заваливается спать дело в том что это станции люди неторопливые а водитель сам уже устал он проехал за месяц 35 тысяч километров за рулем то есть я водители представляет какого это и гачек за месяц 35 тысяч километров за баранкой почему это так много потому что на будет проедать и он за месяц проекта 30 тысяч я конечно уже не сварение светофор на включается он очень сразу просыпается чтобы ехать поворот проезжает дверь отвалилась отлично можно поспать он идет спать а пассажир это все горячие такие все горячего завтра уже утром этот самый самолет все решает тормошить нашего гида чтобы у нас там машин водителя водителя тормошить в общем потом разбудить и всеобщим усилием этот дуракскую удалось найти нас в канале и проволоки веревки 2 примотали как-то появилась примотанной дверью очень понятного числе и заходили а тут визуально по детям вот таким образом доехали почти что до сна почти что вовремя уже подъезжали границы как выглядит дорога показываем сам автобус на приличный автобус вот дорога такая водитель такой вот автобан широкий конечно то есть дорога не какая-то грунтовка пустыня широкий многополосный автобан почти больше половины освещенной ночью прорезанных долл все через ряд через столицу вот то есть все в принципе прилично и постепенно приезжаем в бахри проблема следующая была в том что нам дали всем 10 литровую бутылку священной воды замзам вода замзам это святая вода которая возникает в источнике в мекке и она оттекает кранах самой мечети и и раздают всем хаджистам на дорожку и вот нам дали всем по 10 литров воды но на ней написано непригодна для авиационной перевозки это никто не заметил я говорю еду баран то ли тут написано непригодна авиационной перевозки но марат был оптимистом он будет наш был прорвемся все нормально мало того что у нас не было плачет багаж то есть у каждого уже по 30 килограмм барахла и 7 кг ручной платье еще это канистра 10-литровая поклажка она не была опасна и плюс не пригод для авиационной перевозки значит на границе мы еще стоим пару часов перед нас как обычно то есть динамик нас туда когда мы из бахрей на мешали судьи на границе стояли 8 часов то есть бюрократы они вам саудии бюрократы все люди в мире вы знаете хорошие но есть два процента бюрократа который жизнь на портит раз бюрократа и концентрируется на границах посольства других местах как раз там бюрократы туда восемь часов стали за это время другие проезжали автобусы обратно этим нас два часа динамик наконец-то приезжаем уже утром этот пахли и нам нужно всунуть самолет это вот волшебный вот это вот самолет и что же происходит но там кто-то углядел во-первых не оплачено 3 перевес и в третьих еще и написано непригод для перевозки ну наш группа вода за отделку 100 сервис объясняет на выезде и смеки по 10 литров и выкидывать же правильно что дай вода вот тот соглашается святую воду взятие ну как написано непригодный перевоз такой сломоново решение обмотать его зайти как много есть для курицы для самолетов дурацкая пленка в аэропортах есть ставят и заворачивает багаж завернуть каждую эту дурацкую плотную пленку ну ладно всех от жизни побежали я первый раз жизни платил за эту пленку дурацкую завернули в эту пленку опять понесли ее сдавать багаж и опять не хотят принимать и тетеньки не принимают ну как же так не не проходит он наш губит идет высшему начальнику самой большой бородой то есть он был бородой и такое дело светлую воду нам дали не принимают ваши сотрудники видеться не принимает ее на бесплатный тот придумал еще более самолонное решение пойдите в отдел негабаритный багаж купите там коробки такие вот и каждые четыре бутылки вставьте в коробки будет 40 килограмм и еще раз верните в пленку таким образом надпись непригодна для перевозки надпись полностью исчезла у нас принять дурацкие коробки бесплатный багаж 40 килограмм будет смажать то вот я думаю это 500 литров воды 50 человек 500 и у каждой еще в рюкзаки еще от детства багаж увидеть как вот здесь стоит баклажка вот этого замыка только их очень много получается что 500 литров воды еще это вручной этой самой клади и плюс еще и еще у каждой рюкзаки еще несколько там 5 или 10 литров на сколько там тонны воды если самолета что писать значит все-таки порвались бутылки бывают что они рвутся там от того что давление значит мы все-таки взлетели с этой тонной воды на самолёт водовоз и пролетели в российскую федерацию завершился вот взлетаем за бахрейном и постепенно оказывается все выше в воздухе и врач на этом завершается значит вообще за целый месяц вот вы из россии было много тысяч людей но именно от этой фирмы фарш под было две тысячи человек это интересное такое событие как всемирный съезд мусульман то есть съезд всех мусульман мира чем не только спроса и самых их который очень интересуетесь там там про любой вопрос связанность религии можно знать ответ очень какой-нибудь вопрос люди очень даже интересуется позвони там одному другому третьему помочь шейфу позвонить человек который учится введение в веке добавить вопрос даже самый тонкий обязательно его ответ вот это такой получать курсы повышение квалификации мусульман ну интересно что вы все ответили друг друга все на которые американцы и австралийцы и русские таджики видим что вы все это одно чувство такое создаем человеческое единство ну и плюс это еще заповедь всевышнего то есть всевышний заповедовал всем у кого возможность такая поехать таком человек обязательно поехать в один раз в жизни поэтому тем из нас кто из нас теме те кто на сумме советую хотя бы раз поехать потому что сейчас самый дешевый хашбери именно из россии потому что во всех остальных странах из-за того что большой спрос на эти поездки цены вообще дикие то есть из индонезии платят три слои тысячи баксов пакистанцы платят три слои тысячи баксов с эмирантов платят по 5 тысяч баксов и больше а с америки 8 тысяч долларов хватит что поехали куда а у нас вот такое вот тоже высокая цена но самые низкие в мире 1700 долларов нигде таких дешевых относительно дешевых поездок точнее а чего такие все-таки цены возникают все-таки кажется неправильными я объясняю потому что вся инфраструктура работает фактически только один сезон году гостиница работает в месяц году и суммарно чтобы выплатим получается за весь год этой гостиницы выплатим то что этот метро который так и не покатался метро то есть получается построена работ несколько не палатки эти стоят четыре дня них люди остальные 360 по дням году они пустые стоят и все присядет инфраструктура работающий буквально несколько небольшой период года вся ее стоимость она конечно впадает в саму или стоимость хаджа но если вы там уже оказываетесь вы уже попадаете полный коммунист то есть говорю что еду повсюду раздают сюда то приносит какую-то кастрюлю образуется огромный какой-то там мороженый угощаются рады приятно очень очень новое общение контакт вы там просто как столу низки оказываете буквально этот месяц поэтому если вдруг человек оказал столько людей только на хачке а дальше уже никаких денег не оказалось его с удовольствием это будут всячески подказывать подвозить автостопом ему будет там очень интересно самой садовской арабии единственно что они не надо знать что невозможно самостоятельно уехать так что это не надо пудать хаж и тур поездки куда-нибудь по садовской арабии вы не можете забрать паспорт и уехать но я поехал в тариф или в риас ежу троллейбус покатаюсь на свидание такого нет если человек приехал заниматься религиозными делами он именно конкретно занимается религиозными делами считается что каждая молитва в мечети пророка и каждой молитве в мечети храм веке она дает намного больше отжим ну как получается вознаграждение от всевышнего чем молитва в обычном месте поэтому многие люди они конечно занимаются сном молитвами никто религистом не увлекается поэтому всем кого такой вид и паломничество кого интересует отправляйтесь теперь еще покажу несколько видео и потом перейдем к вопросам где-то здесь где-то здесь компьютере или разные видео и такие ножка хаотические конечно потому что здесь звук у нас нету я поставлю хаотические видео по полминутки посмотреть как это у нас все обычно происходит так 30 секунд заменка пока я флешку вставляю вот ну просто происходит там там этот обход каабы и все остальное так что у нас все ходят конечно же в одну сторону конечно ходите в одну сторону в общем смотря как часы идут смотря как идут часы обычно говорят не часовое а пословое а пословое вот так то все происходит не я в время в в в в в в хорошо сейчас посмотрим сейчас мы найдем еще что у нас есть так а, значит, Медина это в мечети в Медине как все происходит так она просто выглядит живьем в мечети в Медине компонентов, промежуток между молитвами инвалидов возят на разных тележках это внутренность в мечети Пророка в Медине так все выглядит внутри там, где крытая часть из этих колонн холодный воздух вытаскивается но там кондиционеры внутри колонна сделаны поэтому холод придет отовсюду нужно расстреляться вид Медины сверху с крыши а с какого возраста ходят, скажешь? возраст ну вообще даже детей некоторых протаскивают но вообще возраст мусульманского совершеннолетия обычно 14,5 наших российских лет но 14 лет обычно денег нет своих поэтому реально обычно лет с 30-40 обычно вот так вот лет с 30-40, но бывает так же что кто-то ездит на ложь там 20-30 лет такое тоже бывает какие-то баи детей своих протаскивают но это, видимо, им не засчитывается как обязательный хач надо им потом во взрослом ведь еще раз ездить это уборщики уборщики в мечети уборщики в мечети сейчас еще несколько видео покажу, мне просто мои видео еще не подобраны как-то они уже плохо показываются уборщики автоматические такие машинки ездят тоже убирают печать птички какие-то, голуби это пролетарский район веке пролетарский район показывал, как он внутри устроен непонятно непонятно а это гора Рахма так, ну ладно здесь, поскольку видео еще не полностью структурированы а ну вот давайте еще посмотрим еще на вам обход о, поглядим вот смотрите как это все происходит кто и человечки и они все на четырех этажах все ходят одновременно очень интересно а я сам снимаю четвертого этажа по которому сейчас хожу то есть на четвертом этаже там тоже то же самое происходит на четвертом этаже то есть одновременно может быть миллион человек там или полмиллиона ходит непонятно сколько трудно посчитать а едут и сунниты и шииты да там и сунниты и шииты но в этом году было меньше шиитов потому что в прошлом году они поругались с Ираном а Иран был наибольший поставщик шиитов вот поругались с Ираном возник гипотический скандал и саудея закрыла свое посольство в Иране из-за этого иранцам вообще в этом году визы не давали поэтому иранцам в этом году не было но иранцы сами сказали что нахи не поедем в этом году вы все сволочи вот из-за этого шиитов в этом году было меньше так ладно теперь мы поскольку уже видели всякие картинки теперь мы наверное перейдем к вопросам и ответам какой-нибудь поставлю заставку вот интересно что это это вот к черному камеру так все подходят и ну там понятно что в углу камеры существуют черные камеры к нему большое желание людей просочиться и они вот там сталкиваются поэтому конечно не бросать милиционер там милиционер привязан к специальной веревочке чтобы он не смесло на лбой потому что дальше милиционер он может толкать и его снесут он привязан одной рукой к каме да вот ну все теперь мы придем к вас за разделу вопрос и ответы чтобы не было бардака кто-то хочет спросить что-то он поднимает руку я его тыкаю пальцем и вы задаете вопрос так мы дальше по вопросам и пойдем поэтому кому что интересно прохождение вообще про жизнь давайте спрашивайте другой вопрос с большим вероятностью будет ответ пожалуйста а насколько было удобно решать по мне и учитывая что за мной а дело то что никто ничего не проверяет вообще вообще как я уже сказал и товарищ подтвердил что лучше быть проще саудии дилегальным человеком чем в россии дилегальным человеком ничего не проверяет никаких методом проверяют только на въезде в саму метку чтобы хаджистов слишком много не добежал и то есть там есть черпосты где во время хаджа проверяют все когда хадж кончается а внутри ты можешь без паспорта никому ты вообще никакого интереса не представляешь там нету чтобы регистрацию проявляют паспорта все равно никто не паспорта америка сам по размерам большого метка очень большой и раскиданный город но не такой конечно как москва то есть он раскиданный наверное километров на 20 но полностью обойти его конечно и не смог из того что очень жарко из того что жарко и нету городского общественного транспорта бесплатных автобусов можно ехать автостопом помните можно ехать автостопом если есть прямая дорога когда разведление сложно понять куда ехать прямая дорога поймай машину и едешь прямо вот так вот мелько здоровый город имеет еще много разных кварталов и живут беженцы из разных стран например вот эти вот тонкие улицы вот эти вот лестницы в гору мелкие избушки это живут беженцы из ямы даже есть гастарбайтеры там из нигерии района где живут еще какие-то там негры вообще некий много разных негров часть вообще живут там как-то проникли с хаджа застряли с какого-то а часть приезжают приезжают каждый год и негры очень такие бизнесовые то есть негры привозят из Африки кучу всякого марафлаш лодки раз на продажу они только приезжают тут же прямо на порог гостиницы раскладывать целый Африку базар и так далее а также жрату какую-то варить и продавать и лучше а потом не скупают какие-то вещи в Мекке и увозят в Африку там продавать вот так бизнесовые игры так что по Мекке продвигаться сложно из-за того что транспорта нет люди не русскоговорящие жарко и очень жарко действительно и в земле что-то делать то есть жара такая идешь жарко застопил машину и померз минуту другом месте оказался 35 вот пожалуйста еще вопрос насколько было сложно насколько было много никто не хочет денег если ты их не предложишь вот то есть по сравнению с хаиром с дамаском или там с андисапепой или с другими городами где ты поездить даже с арабскими городами некие самые такие бескорыстные граждане но проблема всех хашиста спрашивают сколько стоит я конечно заряжаю сразу сколько лучше угодно а если говоришь сразу можно бесплатно прямо можно эти по дороге так нормально с удовольствием везут какой-то тот который не повез бесплатно обычно все везут конечно с удовольствием пожалуйста еще вопросы я видела и на видео и раньше что очень много не было как вы сейчас говорите но это азиатская страна коринды там жители не негро негро они приезжают негро приезжают потому что там прямо уже считаете заправил Красный моря там уже Судан они уже темные мегиопы еще темнее а много африканцев приезжают в хаши потом разбегаются а коренные белые они не столько они коричневые они коричневые коренные жители коричневые арабы да ну вот немножко темнее меня а негр да они все с хаджев разных пооставались в разных хаджев и потом иногда устраивают рейс по мать песни регалы погоняют африканцы они опять приезжают вот вот так пожалуйста почему запрет запрещено пытаться неверующим то есть и людям иной религиозной ориентации если в обычный учет например на проспекте мира может прийти каждый человек и христианин мусульманин даже там кришнаин марксисты может прийти проспект мира все посмотреть и уйти запретный пророк не верующий не мусульманин не может скучать вот запретная мечеть нелегально попавшие люди они там живут несколько лет торгуют чем-нибудь занимаются бизнесом работают уборщиками строителями долбежниками работают какой-то простого показатель нелегалами этих нелегалов собирают 1100 нелегалов сразу импортируют по домам за счет паспорт ставят такую специальную задницу чтобы они не выезжали но при этом не удается депортировать наш групповод рассказал что у него два человека теряется поэтому беспокоиться с прошлого у групповод двое человек застряла сбежала в бедине уехали групповода заставили искать 8 дней ходил наконец нашел они пропали в мечети пророка саудиты купили самолетный билет депортировать в россию они стали разыгрывать и авиакомпании их не посадила потому что каждый за год который прошел несколько раз уже отлавливают покупали билеты они опять они живут партизан бесконечно жить в мечети пророк и многие люди остаются прячутся пока наконец не увезут ну и потом ставить паспорт больше не въезжали но приехал из африки он живет в габоне он приехал ничего себе интересно здесь и остается приклеивается к другим африканцам и живет там или работает и зарплату появляется и он рад вот даже без документов показатель рейков 200 тысяч нелегалов поймана в саудовской арабе вот так сами саудиты не работают сами саудиты асфальт понятное дело пирожками не торгуют пожалуйста еще у кого есть вопрос а ну я расскажу что но я расскажу что мы видели в саудовской арабе главного шейха который самый самый главный шейх который король испускает какой-то закон он значит должен выдавать фетлу закон соответствует шариату или нет однажды мы были в мечети случайно не в главную мечеть а в другую мечеть поехали с большими фантами привезли самого старого дедушку шейху мы не знали что его привезут и вдруг открывается уже и законы дедушка убегут такого подруги там четыре человека с другой и сажают главный стул посреди мечети правда даже ботинка не знаю кто миллионер и вокруг сразу все милиционеры появились тоже специальный милиционер подозрительно выглядел расстояние 10 сантиметров и стал и смотрят вот если я сижу стоит и смотрят и таджики два охранника и сервис и спецслужбисты стали спиной стенки лицом и так стояли молитву а потом дедушку прошла молитва дедушки дали он сказал несколько слов шепотом накинулись и за руки и под руки и повели и справлюсь служебное приключение и он исчез последний милиционер последний убежал и все что это такое вот а потом оказался в верховной муфти мы выходим и смотрим что машины черные самые главные религиозные дядьки вот человек просочиться он узнал его давайте еще вопросы давайте я слышу бывают несчастные случаи когда убивают камнями так как у всех нет паспортов как потом паспорта вернули как раз и определяют ну в прошлом году была давка в туннеле то есть проблемы не вспомнили по обиванию шайтана в туннеле возникла давка такое бывает иногда определяет потом по этим биркам у каждого браслет да браслет на нем браслет цифры буквы и каком написан еще бэджик есть вот по этим номерками паспорта отдают при пресечении границ с Аудовской Аравией а вот тем которые сплющили не знают паспорта наверное там уже как-то их же хоронится всех хоронят там на месте но паспорта какой-то отдельный там черный пакетик они знают куда девают все паломники кто погиб там хоронится там это считается очень большая честь быть похоронен в святой земле Саудовской Аравии потому что человек кто съедил хадж он уже чист от грехов и тут уже и такое удачное везение бесплатно похоронится на земле поэтому многие паломники очень рано там быть похоронен и конечно и там все бесплатно хоронят более того все там бесплатно всех лечат бесплатно хоронят если нужно вот их поездка в хадж там уже стоимость входит в возможные там лечебные и прочие расходы на такой случай поэтому значит если кто-то там похоронился ну да там прямо и остается все а как же вы рассказывали что поехал складжим потом отделился от них там остался без паспорта да без паспорта все эти люди живут без паспорта конечно поэтому как раз и отбирают возможности обстроиться на работу официально потому что если будет паспорт может на работу как-нибудь устроить или еще чего а без паспорта вероятность что он бежит меньше я групповоду конечно нагоняет групповод потом ищет и потом этой фирме которая привезла нелегала и штраф вот так вот а то без паспорта живет конечно ну там можно без паспорта если очень хочется в мечети особенно в мечети можно жить в мечети да вообще в мечети там же все богу мольские паспорта для того чтобы поклоняться всевышнего а не чтобы шахатан бумажки брать вот так вот вот пожалуйста еще у кого есть вопросы то есть поклоняться официальному ангелу шейхов нельзя а у нас мазары всякие отклонения у нас отклонение да у нас есть отклонение культ то есть надо поклоняться единому богу а люди начинают поклоняться разным индивидуумом сначала там умершим шейхам потом всяким вождям там всяким типа каримовым и так далее то есть да такое есть отклонение к сожалению а так вообще молиться нужно всевышнего а гробницам не нужно молиться вдольник архитектурное пускай стоят смоками не нужно играть вот пожалуйста еще вопросы у кого давайте а там на кладбищах которые вы показывали там даже нет надписи нет надписи а там очень просто там просто камушек сайт чтобы другим покойникам место занимать и все но это какие-то специальные священные кладки нет на обычных тоже ничего нет всех этих покойников даже короля всех очень просто их нету на кладбищах ни лавзалеев ни каких-нибудь больших штуков портретов картин надписи все очень просто прийти можно прийти можно чтобы вспомнить обычном можно прийти только культ не надо устраивать без покойников нет такого чтобы много денег покойников или культ у них устраивать все упрощенно надо еще найти там да нет нет он христиан он священник христианский христианский священник вот и сам а а да по поводу этого почему привязан дата что есть и малой дата мвп вот определенное время а можно конечно поехать никого там не будет поэтому тоже удобнее всего приезжать по все вместе собираются и так сделано что это дата она европейского календарю то есть она на этаже это месяц но относительно европейского календаря меняется и это всегда ну как в разные периоды года впадает но именно одна такая большая дата сбора все съезжают здесь все съезжаетесь на хаш а есть малые паломничества можно поехать и сделать паломничество в частном порядке можно без такой толпы поехать просто это будет малый павлерт будет мне не 2 миллиона человек а там всего лишь 200 тысяч человек например можно хоть раз 5-6 в жизни ездить на пол это дешевле будет и даже паспорт может даже нет льут вот так что можно съездить мололько монт Local тысячи подойдешь можно пощупать черный камень потрогать или может быть получится еще что-нибудь будет пусто значит для того что это или как-то вымутить транзитную визу саудовской аравии или же поехать в малые паломничества и потом уже поскольку там не будет так жестких регламентации потом уже поехать в умре малом паломничестве ты можешь потом отделиться и уже поехать сам там куда тебе но остальные нету как в городе как москве петербург есть и обычная жизнь какая понятно что в каждом городе есть какие-то магазины транспорт машины какая-то социал какая университет например очень много людей учит там университет много так просто и не собирали продают там же сколько этих там урожай фиников большой в месту приезжают и так народ то есть понятно что это не то что только в хач приехала там да вот там 10 раз меньше момент хачта 2 миллиона человек совсем много а так еще там тысяч двести сексуруется на малое паломничество приближает на углу но понятно что она живет не только паломничество торговый город поэтому что султе это много чего производит она чем торгует и вообще говоря не только нефтью вообще золото спирать производится много разных товаров не то что так вот все выделать питая судьи только не что там производит вот так что интересно довольно страна и я думаю что если прежде не в кашли то так это жизнь есть возможно ли приехать транзит можно получить то вот святые города где победил нельзя заезжать святые города мегко и медина только для мусульман и мусульмане может только неофициально вот так значит есть обеззна специально не мусульман если не мусульман есть скажем транзит машина переходи специально для мусульман прямо к ним мусульман а без нами ну вот чтобы не так священном городе не оказались не верующие а другие это транзитные забывать но редко только трудно ее получить и транзитную визу бывает иногда на двое знакомых павел губер и аркадий музейцов когда-то получили транзитную визу если патрон зина визу принципе такой бывает но трудно конечно она на авиазовской арабии страна которая не не заинтересована масса он туризм и не так хорошо ну давайте еще несколько вопросов будет скоро придает тусовочный режим давать еще несколько вопросов конфронтации между американцами конечно выясняют но это видно как же не видно то есть поскольку поломочный и отовсюду из крыма из украины все люди как вы вместе и там внутри именно людей конфронтации нет а как там вошли между собой что-то выясняют как ты ты неизвестно это же отдельный простой 2 процента людей бюрократы и вот они напишутся вы что-то перетирают какие-то проблемы создает а вы-то люди все вместе вот поэтому с американцами или американцы паломников но именно также встречаются паломники там из других стран но никак не связано с тем какое отношение между правительствами фиг его знаете там правительство о чем делось пообщаться с помимо обычно это всякие бытовые тем находишь человека там из чада и узнаешь как у вас там в чате хорошо вас чадят и забежали санджамена как вы добирались по земле через суда налетели чего у вас ну вот так вот как у вас там совпасом как стоит как у вас там страна мусульманская не очень таким на бытовые тем какие-то общаешься ну а так если если именно русскоговорящий то обычно перетираешь религиозные темы есть люди которые могут часами говорить на разные религиозные темы и у них как раз обсуждаешь тем более чтобы специалистов найдет если кто-то живет там давно спрашивали сауди и происходит учиться в меди введение узнает как там жизнь на разные темы с русскими это вообще из русскоговорящими все все уже обсудили наверно за месяц то бывает что обсудишь все это с каждым человеком как-то там села собиралась в армии служил или там как там все что угодно как там лечебство так что много тем так не перечислить раз вот так а университетах много мусульманские права фиг арабский язык изучают основы веры и всякие хитрости основа арабского языка и потом уже хитрости арабского языка и также что потом проповедовать потом или как-то сам распространять разные факультеты из какие-то средства в мекке пригождается любой если понятно что с русскими русские с кем-то английский с кем-то арабские знаем бытовые слова на арабском языке если ты встречаешь человека из чада то конечно нужно с ним говорить по-арабски потому что русского точно не знает а если встречаешь человек из таджикистана то конечно по-русски бытовые слова но как-то там из-за предпомогает сообразительность и добыча из головы разных слов так постепенно вспоминаешься то есть я много был всяких стран других путешествовал по сирии и по судану вот другим странам сколько лет уже бывают разные страны конечно какие-то знания арабском есть такие бытовые мы плюс сообразительность помогает общая гибкость ума она помогает находить общий язык даже там с китайцами если гибкость ума есть а когда вы были более чем в штатах ровно стал судья получила сотая страна внутри более-менее одна и та же есть какие-то различия какая самая страна призвала у вас такой шибатель очень сложно потому что я очень устойчивый так люди конечно разные разные и наибольшим разнообразием они отличаются в больших городах мегаполисов то есть в мегаполисах людей встречаешь самых странных самых разных москва или будь то например жаката или будь то какой-нибудь хаир в огромных годах очень разных конечно есть люди разные совершенно по характеру по свойствам всячески а именно это шибальный стран не могу тебе сказать одну какую-то десятых стран который очень интересный очень интересная страна китай целом вот это есть очень много чего почти все вот очень интересная страна у нас россия вот очень интересная соединенные штаты конечно уже очень интересные штатны страны очень интересно страна и даннейте Protected своим разнообразием своих размеров но он четыре такие топовые страны индия 5 то есть но не заодно и крупные тоже странность и индонезия россия штаты и китай такие пять самых таких офигенных страны всем кто так по миру путешествует советую эти страны съездить на три дня а конкретно хорошо их изучить по россии у меня вот недавно вышла книжка заказывает хотел эту книжку то потом после окончания лекции я вас могу и снабдить как раз выпустил книжку от калининграда до анады а также потом кстати у меня раньше не видел потом смогут найти посмотреть разные книжки так вот так официально ничего не продаем поэтому посмотрите а потом выйдем книжки вас снабжу а также я еще и магнит и мы тоже не продаем это но потом после окончания лекции выйдем и кто-нибудь может приобрести в ряд магнит измельки вот это можно сделать после окончания лекции вот когда мы отсюда рассосем пожалуйста еще у кого есть вопросы спрашивайте он там а гид сколько времени за вами наблюдал и он во сколько привез потом за гид каждый группе на 50 человек да он это в нашем случае очень хороший человек который уже не раз был хаджи знающий хорошее он каждый устраивал партсобрание чтобы убедиться что мы еще не разбежали и чтобы убедиться чтобы не заболели не простудились и все у нас хорошо и так же давал нам разные ну советы о хаджи разумеется то есть он не так чтобы из вредности но все же он беспокоился чтобы куда-то потеряется то есть мы растеряемся особенно это в отношении пожилых людей опасно пожилого человека потерялись один таджик например потерял свои очки в большей мечети и потерялся а потом еще потерялся стадные черески вот неудобно же он постеснялся кричать громко за жить там по-русски и подождите что-то спасли в общем я к тому что гид он следит чтобы все были на месте что все были в сборе и вот у нас был ваш садяк партсобраний такой я называю партсобраний у нас согласно всем и против и на месте живы здоровый или кто-то куда-то делся и давал доброзные советы покажут что-то мы обсуждали а так конечно наши постоянно за всеми одновременно то есть можно было конечно спокойно ходить по городу хранить мечеть и он даже и раз кто-то из людей самостоятельно соображает как вообще функционировать потому что больше всего проблем с тем наоборот змейкой приклеиваются гиду и просят показал как в магазине купить там молоко сыр где найти там плитку где найти там не знаю чего нам базировку и гиду приклеивается конечно это больше проблем не самостоятельно людей а там где-то каждый день старался нас видеть всех вот такая его функция хорош мужик гид был марат его звали у нас вот он вообще в обычной жизни пчеловод из сельской местности из татарии из буинского района хорош очень мужик вот такой хороший знающий религию добрый такой хороший но конечно поможем посмотреть чтобы мы не потерялись эти посты они стоят соответственно где еще раз на въездах в мекку стоят посты в ментовские по обнаружению паломников ложных паломников которые проникнуть в мекку в мекку вешал прогоняют но они все равно другими дорогами спорта у вас на этих пастах нет отбирают паспорта запас отбирание паспортов заведует сам гид при въезде на святую территорию собирает все паспорта вот и девай но я не знаю точно где они хранятся я не на первых環境 якн 14 теоретически может быть так известно а сколько это наскольку с Children старт гораздо окружemas антикентифицирую habe я четверть примерно чем примерно четверть паломников женщину поехать женщину может только с мужчиной да поэтому обычно едут с мужчинами сыном кто-то с мужем кто-то еще с кем-то ну гид наш в прошлом паломничестве был махрама как раз такой родственник мужчины был право сразу родственникам сказался сразу нескольких женщин и полгоженских женщин удалось провести паломничество которых не было своих собственных мужчин и записался их родственникам это время то есть такая опция тоже существует так что есть это опасно все в нашем паломнице все женщины были с родственниками да женой сыном и так далее а сколько человек с вами из россии туда вообще хашпорт большой кашпорт везет 2000 человек из них на каждой группе 50 человек каждый везут 50 человек завозит и вся гостиница завозит всем 2000 человек в гостинице все они из получаются из российской федерации ну или таджики с русским паспортом потому что из таджикистана хорошо дороже чем из россии вот так вот получается вся это тусовка русских очень большая целых двух корпусная гостиницу подъезда все это сплошные русские русских то еще много из россии то есть отдельно какие-то корпуса какие-то теченцы дагестанцы живут то есть отдельно еще были другие русские сумма но их много и так если походить по армейке то где-то увидишь там или сам или так же или киргиза тоже считай на 1 место 1 место на 1 это все очень многоместные номера это самый дешевый ряд 5 человек вот так вот есть конечно всякие более дорогие да сильное впечатление конечно очень даже пожалуйста еще остались вопросы как живут обычные и на крайних города живут только нелегал или же есть наоборот вообще за на окраинах мекки и замкадом живут такие хорошие конкретные мекканцы и солидные но определить именно внутри и за форматами на паломничество определить как живут сами мекканцы невозможно потому что понятно что все кто живут в пределах меккада все задерганы паломниками а как обычно как ну как будет проник как обычно в дамаске вы вышли на кольцо чай пьют на желтый имя а вот и наш раб ассалям алейкум ашраб чай здравствуйте можно пить чай на можно здесь спать и так познакомился про них дом и так далее а там в мекке так не получается почему потому что на улице плюс 45 и никто не пьет чай на улице и никто на улице не зли тоже чтобы так посидеть потрепаться соседям все как-то спрятаны в этих особняках и внутрь как-то сложно постучаться что ли там здравствуйте чай или что-то неудобно вот когда на улице проще как подошло чай попил познакомился я вот из россии все а давайте вас фотографироваться живете а давайте в дом пройдет и так проникает как обычно вот даже сам из дома вышел ну даже в любом даже у хаси например хаси там хочешь там идешь там в дом смотришь там на пятиэтажка как он же вышел здравствуйте можно зайти нас походить зайдешь квартиру того а чеку можно от сам по есть у вас сам сам будет уже про них главное что он сам открыл то при больше проникает нас разница тоже из-за особо непонятно как оказаться в красном домере население потому что население все справилось там и у нас выехать этих добавок ну 45 жарко и вот так что видимо для того чтобы узнать как живут и на сами соорудоваться нужно поехать в малые паломничества углу и попасть и на ней в метку видео то большое силу и там как-то уже познакомиться с населения будет больше обращать внимание потому что сами векарский на еле что-то в гости не зовут ну почему потому что если бы у них в жизни был бы один только иностранец конечно позвали бы а вот и паломников 2 миллиона приезжает конечно кто хотел уже поглядеть на иностранцу увидели его конечно не проблема а если приезжать мухаммар наверняка позовут гостя узнать что как они живут так что определить жизнь быть саудовцев и не удалось только религиозное дело осуществить а как квартирах у них бог его знает ну что давайте еще парочку вопросов перейдем вы с тусовочный режим свободный там в месяц ха же смещается через 15 лет если у человека мусульмане уже образовались день есть лежат где-то там в загашнике на счете лета там 120 тыс надо брать и ехать вот а не ждать когда через 15 лет будет холоднее 16 лет может быть что-то еще изменится может быть россиян и будут сумму воду съедать и мы уже просто не сможем есть так просто как в таджикистане будут записываться за годом очередь или так и ордане с рождением очередь записываться вот ну что давайте еще автостопом туда сейчас потому что сирии война и мираки там есть такое такая запрещенная в россии организации за это поехать вылез с гора к стопам непонятно как то есть разве что переплыть порогом в арабские эмираты и так вот можно то есть если через иран поехать и переплыть порогом выбирать но отзывки здесь получить эмиратовскую визу саудовскую тогда можно но и только надо добыть визу на малое поломчество и это должно быть написано что она на землю я пробовал три-четыре года назад так сделал обдумал что из получу наземную визу вверх или судить но они тоже все визы на землю тоже через турфирму то есть саудовское посольство визу простым этим не дает а вот и пристоком конторам то есть я вот там 500 баксов можно заплатить там какой-то фирме конторишь на тебе визу наклеила ну вот и даже заплатил деньги какую-то совершенно такую контору подозрительную паспорт отдал все отдал а вес не возникло но они деньги обратно то есть там тоже все такое иншаллах если бог даст будет так что пробуйте экспериментируйте то есть также неудобно смогут дать визу буквально на тот уже а уже ехать пора а тут уже расстояние такое что есть неудобно то есть расстояние пока пройдешь иранскую визу эмиратовскую а вот уже и пара уже там оказаться в чем трудность то есть пробуйте экспериментируйте но это все нелегко вот вот так ну что еще давайте остались вопросы если вопросы постепенно истекают начну я сам вообще появляюсь еще в москве через месяц еще будут где-то еще буду выступать таким это рассказы мероприятиями самые хотя жил везде вот но я сейчас ближайшем месяце буду жить нижней новгороде у меня там есть такое заведение дом хороших людей если кто-то собирается ко мне в гости то значит визитушку возьмете приедете гость вот и связан с путешествиями и в нижней новгороде приедете спросите а если не хотите там то через месяц я опять буду здесь в москве и где-то еще буду выступать отдельно я буду спать пока не знаю это заранее напишу себя на страничке в контакте где у меня еще будет выступление еще раз прохожу подробно рассказывать через месяц одно из вас и ваш знаком прогулял рассказ мероприятие могут через месяц на другое мероприятие прийти вот так на этом мы закончим основную часть мероприятия всем большое спасибо кто пришел потом приходит тусовочный режим если кто-то хочет посмотреть на мои книжки и ходят и матери смейт что тихонечко не проявляйте интерес